Раскроем бережно страницы. Тематический вернисаж под таким творческим девизом торжественно распахнул свои двери для тех, кто любит слово и с удовольствием практически ежедневно прикасается к шелестящим страницам, погружаясь в новые миры и грани человеческой души. Открыть для себя в большой коллекции можно книги самых разных периодов и эпох, от религиозных изданий 17 века до художественной литературы 20-го. Издание нашей белорусской типографии Несвежской типографии Радзивилла. Книга 1762 года. В общем, мы храним две книги издания Несвежской типографии. Одна у нас представлена в постоянной экспозиции, ну а вторую можно видеть на выставке. Богослужебные книги, кстати, 17 века. Вот одна из таких самых редких книг. Это книга 1791 года, называется она «Миния». Особое место в большой коллекции отведено редким эксклюзивным книгам, а также фотографиям и медалям, посвященным юбилейным датам. Есть здесь даже работы знаменитого брестского ювелира Николая Кузьмича. Медаль эта была выполнена нашим известным ювелиром, мастером высочайшего класса Николаем Кузьмичем. Ну и открою вам маленький секрет. Каждая медаль, всего их было издано 50 единиц, имеет свой порядковый номер, про который отчекание на оборотной стороне, и ее номер наш музейный, 17-й. Прямо в день открытия выставка пополнилась еще одним весьма интересным экспонатом. Известный брестский художник Лев Алимов передал музею уникальный художественный каталог из собственной коллекции. Каталог из собрания известного белорусского коллекционера Белого я получил в 1989 году в качестве подарка, в качестве того, что я был участником этой коллекции. Мой Икслибрис попал в коллекцию этого замечательного человека, он раньше преподавал в Белгосуниверситете. Там собраны довольно редкие экземпляры живописи графики, медальерного искусства, плакеток, барельефов, декоративно-прикладного искусства. Все, что было посвящено творчеству Франциска Скорения и его книгоиздания, все там есть. Прикоснуться к белорусскому книжному наследию жители и гости областного центра смогут до 15 мая. Но на этом мероприятие, посвященное 500-летию белорусского книгопечатания, не завершаться. Впереди еще не менее насыщенная программа. Во-первых, огромное количество конференций в Праге, в Варшаве, в Санкт-Петербурге, в Бинске, в Полоцке, на родине Скорины. Огромное количество круглых столов, выставок и вот почин нашего краеведческого музея похвальный. Брестко-областная библиотека тоже проводит огромное количество мероприятий. Не далее, как 22 марта, к нам приезжает в библиотеку, в отдел литературы для детей и юношества, Олеся Александрович Суша. Это автор трехтомника, самого последнего издания, Франциска Скорения, вы можете видеть этот трехтомник здесь же тоже на выставке. И мы будем презентовать эту книгу для старшеклассников города. Это огромное количество выставок, как в библиотеке, так и выездных выставок, которые могут приглашать к себе учреждения, организации, школы, университеты. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бухтово.